Основы будущих знаний, формирование характера, привычки и увлечения, все это формируется в детстве. И факторы, оказывающие влияние на развитие ребенка, тоже запоминаются надолго и продолжают воздействовать на протяжении всей его жизни. Поэтому, по мнению педагогов, важно в самом раннем возрасте, через особые методики, вовлекать детей в современные обучающие программы. Вообще, развитие шестилетнего ребенка имеет свои особенности. Дети в этом возрасте легко обучаются, но также легко и забывают. Они очень подвижные, их интеллектуальные способности на пике. Поэтому для таких ребят должна быть своя методика обучения. Все знания должны идти через игру. А вот тому, как нужно правильно играть, мы и учим педагогов на семинаре. Несмотря на то, что в Монголии много делается для совершенствования образовательного процесса, пока не удается изменить элементарного. Наполненность классов у шестилеток превышает нормы. Вместо 25 человек в классе 35. Из-за этого не выдерживаются и санитарные нормы. Объем площади на одного ребенка. Тем не менее, специалисты отмечают определенный прогресс. Удаются выдерживать требования гигиены и питания. Я впервые буду обучать шестилетних детей. До этого всегда работала с семилетними. Семинар показал, насколько отличаются дети, между которыми разница лишь год. Очень ценные знания я здесь приобрела. Как отметили участники семинара, согласно стандарту, классы для шестилеток должны иметь в достаточном количестве наглядные раздаточные материалы, учебные пособия, игрушки. Но пока такой комплектацией могут похвастаться лишь несколько кабинетов. В остальных образовательных учреждениях учителям самим приходится приобретать недостающие предметы. Но, несмотря на все проблемы, образовательный процесс в стране все же будет меняться в лучшую сторону. А результат столичного инновационного семинара будет заметен уже к концу текущего года.